Яндекс посчитал количество запросов за последний месяц, что обсуждают в России это слово пацана. Смотрел ли ты этот сериал или хотя бы слышал что-то о нем? Знаешь, я смотрел, посмотрел этот сериал, да, слили там последние серии, ну то есть посмотрели, да, сериал. И наткнулся на выражение, опять же, Вовы Минеева. И на самом деле так с ним согласился, он у себя там в инстаграме написал, что как бы, ну я в отличие от него посмотрел сериал, он там написал, что 15 минут и выключил, что где-то переиграно, где-то еще что-то с этим, ну это актеры, им нужно, да, как бы. А вот в плане того, что там было для меня что-то новое и удивительное, ну знаешь, наверное, современная молодежь до 20, там, до 20 даже, наверное, 5 лет, которые смотрели этот сериал, могли где-то ужаснуться и подумать, о, это другой мир. Но я жил в этом мире, я вырос в этом мире. Может быть не прям в его началах, да, вот там, вот 89-й, по-моему, да, что-то там такой 90-й, там, 4-й. Это конец 80-х, да. Да, вот, не в этих прям, потому совсем был маленький, но, так сказать, в отголосках вот этого зарождения 90-х я в нем прожил. И мне, знаешь, как бы, ну, ну, как бы, типа, вспомнил вот свою молодость, пусть не такую, не такая она у меня была жесткая, у меня, мы потому что были меньше, уличные пацаны, больше спортивные, ну, пацаны со спорта, знаешь, такие, вот. Вот, но улица нам не была чужда, потому что раньше спорт равно улица был, я имею в виду, что просто, как сказать, у нас были свои другие ценности, у нас были другие, как сказать, устои, другие правила, у нас были другие примеры. Вот так вот. Я вот, на самом деле, видел парней из улиц вот таких, и встречался с ними в разных ситуациях, и очень, знаешь, сейчас понимаю, что я очень рад, что, ну, спорт был моим выбором, именно вот спорт. Ты же ходил в школу самбо, которая была на Уралмарше. Ну, как я понимаю, это начало 2000-х примерно ты в это время ходил. А что из себя Уралмар в то время представлял? Ну, Уралмарше, там, 90-х представлял из себя все прекрасно, да, могут поднимать, а 2000-х, ну, это вот, как сказать, то, что осталось от 90-х. Ну, естественно, люди, кто были в 90-х, на самом деле, знаешь, так скажу, нам очень повезло, кто все тренировались на Уралмарше, потому что ребята, ну, старшие, так сказать, да, вот, кто нам помогал, спортсменам, кто спонсировал нашу школу самбо, они вышли как раз из вот, ну, из 80-х, вот, 90-х, они сделали все, чтобы для нас, для спортсменов вот этой школы сделали и делали все, чтобы нас такая участь не застала. Ну, то есть, вот, и, естественно, было, ну, больше уже, да, в те годы было уже больше, как сейчас, закона, так, что ли, больше было, блин, забыл. В общем, не было такого беспредела уже, ну, уличные разборки, пацанские какие-то движухи, знаешь, там, какие-то стрелки, это вот отголоски, вот, ну, 90-е, конечно, они были, но не такие ужасные, как бы, это, поэтому, я говорю, спасибо, вот, людям, ну, которые прожили это, и они реально, ну, вкладывали в нас посредством, там, спонсирования школы, нас возили на соревнования, у нас был замечательный зал, нас снабжали, там, экипировкой, знаешь, ну, делали нам детские лагеря, кого-то на юг увозили самых лучших. Это было, конечно, на то, ну, на то время, да, 2000-й, там, это было, как бы, у нас была одна из лучших школ в области, вообще, в Твердловской области, одна из самых таких известных, популярных, в плане и точки зрения, да, такого спонсирования, ну, что все знали, какой у нас зал, там, что у нас возят, там, автобусами, знаешь, по области на соревнования, когда ребята, некоторые, там, из других городов, там, знаешь, там, ну, из ближележащих, там, сухой лок, рибит, ну, там, ездили прям лучшие из лучших, я знаю, а нас, там, садили 50 человек в два автобуса, знаешь, и везли, то есть, были такие вот моменты, то есть, я за это очень благодарен, как бы, школе самбоу, ромаш, и вообще, ну, всем, кто к ней причастен. Хоккеист Евгений Кузнецов, который рос на ЧТЗ в Челябинске, говорит, что, когда он шел на тренировку, у него часто пытались что-то отобрать, там, коньки, ну, понятно, у хоккеистов экипировки, да, у тебя что-то пытались отобрать или снять тебя? Да. Деньги? Ты идешь, как бы, то есть, смотри, все, всегда было так, выходишь и думаешь, вот тут будешь идти 15 минут, здесь 10, но по дворам, а 15, ну, знаешь, по основным улицам, ну, где есть взрослые, где люди ходят, а ты же, ну, мелкий, что там, я пятый класс переехал в Екатеринбург, и вот пятый класс, там, да, да, и в Владивостоке, когда учился, так же, в школе, там, идешь, записываешь, нормально? И думаешь, так, вот тут могу пробежать, там, в половину, ну, времени быстрее, но могу не добежать, ну, или добежишь, но, там, без денег, без шапки, там, без кроссовок обратно пойдешь, ну, домой, можно пройтись, но, как бы, ну, уже побезопаснее, знаешь, на людях уже такого, как бы, ну, редко делалось, поэтому, конечно, ну, как бы, шпана, как назывались, кстати, уличные пацаны. Ну, учитывая, что ты занимался самбой, давал отпор или, в принципе, не приходилось биться? Слушай, знаешь, как, я тебе, у меня всегда спорт был, это, как вот, нельзя его было применять, только в критических случаях, ну, прям, знаешь, только для самообороны, прям, какой-то, никогда не агрессировал, ну, ни на кого, сам не это, так, обычно, ну, понятно, когда ситуация безвыходная, пытаешься что-то там, ну, самбо, если честно, оно немножко, ну, не совсем подходит для уличных разборок, там же броски, знаешь, знаешь, если проверьте там двое-трое человек, здесь, конечно, лучше бокс, ну, как-то попрактичнее, тут пока одного бросаешься, уже двое, знаешь, там, прихватили, как бы, где-то придержали, навалились, да, запинали просто, вот, поэтому, все равно старался как-то, знаешь, эти ситуации выруливать, ну, разговорами, ну, какие-то могут быть, там, у детей разговоры, бегом иногда, чуть дашь там, ну, спортсмен, все равно бежишь, все равно раз выбежал на улице, ну, по-разному бывало, иногда, ну, как бы, побежишь, иногда понимаешь, что уже не добежишь, получишь, ну, заберут, там, где-то 10 рублей иногда так, иногда так, то есть, вот, такая вот была жизнь, нет, ну, сейчас, наверное, может сейчас с кого-то есть у ребят, у молодых, Такая жизнь, знаешь, ну, не навряд ли, что Не в Екатеринбурге уже, не в больших мегаполисах Может, где-то на Знаешь, где-то в каких-то районах Прям, знаешь, на отчужденных Таких такое происходит, конечно Но это больше уже, знаешь Тогда это не считалось преступлением Мы так, ну, типа, мы принимали это Как вот, ну, такое время, знаешь, это твоя Жизнь была, ты был Как-то вот собран всегда, ну, то есть, знаешь Такой Готов ко всему, да? А? Готов ко всему Да, готов, но готов, знаешь, как бы Не как зверь загнанный, а типа Не, было, конечно, и плохо, когда там Сильно зашугивали ребят, но это везде, понимаешь Это и сейчас есть, да, там, сейчас только это По-дугому называется абьюз, там, еще что-то То есть, это всегда было, есть и будет У людей, в принципе Просто мы тогда жили, мы были Чуть жестче, мы были Чуть Не знаю, подготовленнее К жизни, к самой, потому что Она была у нас насыщенней, и она была настоящей Не с гаджетов Не с ютубов, не с инстаграмов, понимаешь Она была вот здесь и сейчас Ты сегодня там бежал от кого-то, а завтра бежал За кем-то И что-то приходилось всегда вот решать Постоянно принимать какие-то решения в жизни Потому что она прям, ну, не знаю Цвела, наверное, так Как-то Мы жили, мы тогда жили, мы жили настоящей Настоящим Вот прям сегодня ты живешь И нам не впихивали в голову Никакие, знаешь, псевдоценности То есть было воспитание Родителей, школы, улицы Секции, дай бог, у кого это все было Вот, конечно И были такие дети У которых не было этого ничего Но в таком мире мы живем Тут уже не мне Говорить о том, как это все решать Вот сейчас, когда обсуждают слово пацана Говорят, стоит ли его запрещать Потому что Ну, это как романтизация С уличной преступностью Возможно, нынешнему поколению Это вообще не надо даже показывать Потому что они этого не знают И чтобы там не подражали ничего Вот честно, я когда посмотрел Ну, до конца Ты когда смотришь Там чуть-чуть Тебе показывают Ну, понимаешь Типа, чем все закончилось Ну, ты посмотрел сам, да? Я изучал, что к чему И закончили все плохо Как я понимаю, положительных героев там нет Закончили все плохо, да И ситуация в том, что Человек не привык Учиться на чужих ошибках Особенно молодой Понимаешь? Который смотрит Он говорит А меня не убьют, да? Вот когда убивают главного героя Там у нас Ну, в конце там Еще что-то Я сейчас не трелю Не знаю Не знаешь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха Ну, в общем, да Когда их всех настигает Вроде там конец-то такой Что, понимаешь? Вот пойдешь по этому пути Вот будет так Но люди не могут учиться На чужих ошибках Большинство 99% так не делают А молодежь тем более Она посмотрит Понимаешь? Уже я вот смотрю в инстаграме Многие преступления Вот, знаешь, там Какая-то банка Ну, какие-то там Группы Уже к этому припихивают А это вполне возможно так Может и нет Может это просто, знаешь А раз есть повод Мы напишем, что это слово пацаны Вполне возможно Но Я скажу так Что у некоторых Ну, посмотрела там Вся Россия А некоторые Это уже могут быть тысячи А может и десятки тысяч Подростков В головах Это может остаться Как за истину Что нужно так себя вести Что вот такое должно быть время Что то, что говорили там Да, пацаны не извиняются Там вот это вот Чушь поныне Вот это вот все Что это и есть То, как нужно жить И не поймут концовки Того, что ребята Так Знаешь, когда там были сноски Этого зарезали Этого там застрелили Они просто этого могут не увидеть Не понять Просто как за информацию Ну, что произошло с человеком Не Не четко там показано Ну, знаешь Не четко там Сформулирован именно посыл Что ребята, хорош Ну Не очень четко То есть В скупе вот с этим Вот всем трэшем Что происходит И показывают Это не выделяется И вот это основная мысль Которую, я надеюсь Режиссеры хотели вложить Что так жить нельзя Ну, как бы И не нужно Это неправильно Во многих случаях Здесь фильм это показывает Да Дети Дети, именно дети Потому что дети его смотрят Ну, как взрослые Такой, как я уже там жил Ну, мне ничего нового не показали Чуть постарше Вообще, ну, скажет Да туфта там, знаешь Вот именно дети Они не поймут Просто не поймут Самого посыла Знаешь, как вот басня А судьба с ней там Такова А какова Вот не сказали Нет, не окончили ее Вот настолько ярко Насколько был сам фильм Знаешь Насколько сам Показан вот этот процесс Этой жизни И вот это пугает Я тебе честно говорю Пугает Потому что, ну, как бы Описали это там Весь процесс становления Вот этим вот пацаном Очень четко Что нужно сделать Что нужно пройти Знаешь, прям поэтапно Кем ты будешь Там всю иерархию Ну, почти как бы А что в итоге Из этого происходит Просто в кадрах Ну, вот тут это Тут это Ну, типа А может кому-то Знаешь, вот эта Романтика блатная У нас такая же В 2000-х была Блатная романтика Как старшие там, знаешь Воу Поехали Стрелки, не стрелки Это второй может Ну Виток, не виток Но У кого-то крыша Короче, съехать может В эту сторону И это ничего хорошего Запрещать, не запрещать У меня вопрос Так вы уже разрешили Как запрещать И значит У меня, знаешь Когда люди начинают Взрослые люди Начинают говорить А нам, нам может запретить его Так вы же его уже разрешили Вы его не смотрели, что ли Ну, то есть Я вот его посмотрел бы до И подумал Так зачем разрешать Ну, то есть 18+, да Вы показали Ну, всем понятно Какой 18+, сейчас Любой ребенок С 6 лет может этот фильм Посмотреть там В Ютубе, скачать Там еще То есть Вы же цензурой Должны это все Ну, как бы На корню срезать Пожалуйста В общую массу В интернете Тем более платформы Так сейчас Ты хоть запрети Этот фильм Он будет везде Все его снять Ну, уже будут Пиратки Не пиратки Там Че смеяться Еще мейнстримом Сделают, знаешь Запретят А у нас Или запрещают Мы смотрим Это еще сильнее Или делаем Что-то Что запретили Поэтому Это очень серьезный вопрос На самом деле Ну, хорошо Что у меня Ну, спроси Вообще Я хотел на эту тему Кому-то высказать Поэтому Я посмотрел Когда до конца Поучительного Я там увидел Очень мало Ну, точнее Не очень ярко Вот так Немало Много Анвестин поучительный Это я на своем опыте Пройдя почти Ну, не такой прям путь Но очень близкий к этому Понимая, что нет Ну, то есть В такой жизни нет Ничего хорошего Я видел парней Которые кончали Ну, так же заканчивали Ну, в тюрьмах И, ну, как бы Убитые Ну, знал там Поэтому Нет Это не то, что нужно детям Вот Понимаешь Наша молодежь Она и так Ну, уже на острее ножа Она уже На этом лезвии сидит Она уже Как бы не в ту сторону падает И этим Мы сейчас оттуда Его не достанем То есть Ну, как бы Мы еще Добавим падающих В эту же сторону Людей Ну, молодых Последний вопрос Актер Павел Майков Который снимался в Бригаде Называл Бригаду Преступлением против России Вообще вредным сериалом Слово пацана Вредный сериал Ну, вот Я, видимо То, что все сказал выше Резюмирую Я резюмирую Это громко, наверное Будет, знаешь Мне Ну, это как заявление будет Знаешь Сказать мне сейчас Что слово пацана Вредный сериал Бригада Ну, вот если мы сравним Нет Позвольник с Бригадой Это, ну Пшик Потому что Бригада выпустилась Именно в те времена Это, ну Бригада Бегла прям на почву Бригада прям дала копирку Ну, всего, что происходило Второй волной Там, знаешь Ну, вот пусть не такой Конечно, мощный Ну, какая разница Я помню, как парни у нас старшие Ходили, цитировали бригаду Понимаешь Здесь сейчас начинается то же самое Я вижу, как происходит то же самое Понимаешь Вредный он, не вредный Но он плюса Никакого не принесет Вот так вот Понимаешь Может быть в бригаде тоже Ну, я не Заложили какую-то мысль Что вот так можно всем В оконцове закончить Понимаешь Ну, долго ее пытались донести Сколько-то серий там Там же еще Все, как бы, положительные герои Как бы по случайности Вот так их всех убили Ну По случайности убили тех Кто всех убивали Ну, знаешь То есть они Ну, грубо говоря Не совсем из героев Сделали героев Да Здесь То же самое То есть дети увидят Скажут это пацаны Они ходят на разборку Они там Короче Это очень сложно Для современного Современной молодежи Очень сложный фильм Ну, то есть Это не Поучительное кино О чем Ну, что делать нельзя Что можно Или нельзя делать так Потому что произойдет так Я тебе так скажу Поэтому резюмировать Прям громко Вредный, не вредный Мы узнаем Подождите чуть-чуть Когда кого-нибудь Гопанут А уже Я думаю Я думаю Не дай бог Но мне почему-то кажется Что уже И под И в школе Я тебе больше Скажу В школе Уже у детей Старшие Или там Ровесники Кто вот так Ну, там, знаешь Так У нас такое было слово Лошад Там Ну, ребят Которые не могут Да, там Абьюзят Вот так Уже называют их Чушпанами Это я тебе Зуб даю Все Чушпан Это уже сейчас Обзывание Номер один Будет в школах Сто процентов Не знаю А решать Вредно это Или нет Ну Что там Минеседство Внутренних дел Потихоньку Начнет Я думаю И, естественно Как бы А расхлебывать Это все Знаешь Как вот в сериале А расхлебывать Это все Будут мои родители Извиняюсь за выражение Родители И близкие Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры